Открой Открой мне, Господи, глаза мои Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Александром Назаренко, доктором исторических наук, главным научным сотрудником Института всеобщей истории Российской Академии Наук. Добрый день, Александр Васильевич. Здравствуйте. В прошлой программе вы упомянули, что изначально учились на филолога. И специализация – это германские языки. Я посмотрел, что ваша кандидатская и ваша докторская диссертации посвящены русско-немецким связям в IX-XII веках. Неужели это такая большая тема, что хватило на две диссертации? Огромная. Огромная. Я совершенно не уверен, что я как-то продвинул науку, конечно, в этом направлении, но что я продвинул до какого-то предела. У меня совершенно нет такой уверенности. Конечно, здесь масса вещей, которые… Неужели было столько всего неоткрытого? И что вы внесли в науку, что ваши труды позволили узнать? Во-первых, я внес в эту сферу историко-филологический синтез, вернее, вернул его. Ведь первоначально в университетах, скажем, в XIX веке, во второй половине XIX века, как говорили даже не только про русские университеты, а вообще про университетскую науку того времени, в истории существовала, так сказать, в неразрывной связи с филологией. Историко-филологические факультеты. Значит, вот это предполагало… Предполагало то, что историк должен владеть языками. Это уж само собой, разумеется. Если ты занимаешься средними веками, вот как мы занимаемся русским средневековьем, а если занимаешься тем более западным средневековьем, то ты просто обязан знать латынь, обязан знать, соответственно, языки, на которых написана главная историография, то есть главные научные труды. Значит, это главные европейские языки. Желательно бы еще и греческий, потому что византийская историография здесь тоже играет. Она написана, естественно, по-гречески, но по-средне-гречески все равно. Поэтому без вот такого соединения филологического и, собственно, исторического метода историческая наука не существовала. Потом настала пора вот таких узких специализаций. И как-то вот разлучились эти две родные сестры. История и филология. Это достаточно надолго. Это не значит, что все историки перестали знать языки там или нет. Но, в общем-то, вот таких жестких требований уже никто никому не предъявлял. И человек мог заниматься какой-то узкой исторической специальностью, совершенно не владея никакими филологическими методиками. И вот я пришел как раз в науку тогда, когда в начале 70-х годов, в середине, вернее, когда вот эта ситуация уже казалась естественной. Когда медиевисты даже, то есть историки, могли изучать, русисты, например, занимающиеся древней Руси, историки, могли изучать, если считали это нормальным, изучать зарубежные источники по древней Руси, а их огромное количество и византийских, и латинских, западноевропейских, ну, по каким-то переводным хрестоматиям и выдержки, так сказать, специалисты им делали такие компендиумы, значит, вот выжимки известий о Руси из западных источников. И вот по этим компендиумам они работали как историки. Это, конечно, абсолютно ненормальная ситуация, потому что огромное количество информации из этих источников просто не доходило до историка, потому что там важно источниковедение этого источника, конкретное энергетическое толкование неясных мест, значит, вот, огромный, широкий исторический и широкий текстуальный контекст вот этого сообщения о Руси, от этого очень много зависело, так сказать, вот. Вообще источниковедение этого памятника в целом, из которого берется известие, конечно, никакая хрестоматия этого дать не могла. А без этого терялось, в процентах затрудняюсь оценить, но огромное количество информации, которую на самом деле вполне можно было получить, если бы человек читал в оригинале все это дело. Ну, в общем, вот я постарался соединить свое филологическое первоначальное образование, я окончал по двум кафедрам, я окончал по германской филологии и по кафедре классической филологии, то есть и греческий, и латинский тоже так или иначе присутствовали, значит, в арсенале моем. И это сразу расширило, так сказать, арсенал средств, и сразу позволило получить целый ряд результатов, ну, которых просто раньше не доходили, потому что, значит, вот... Ну, что нового мы узнали, благодаря вам? Что нового? Ну, имя, да, вот, известно имя Руси. Каким-то образом, значит, существовали какие-то связи между немецким Подунавием, то есть Баварией, особенно Восточной Баварией по современной географии, и, значит, Руссией IX века. Мы пока даже не говорим, где эта Русь располагалась. Это тоже проблема. Но ясно, что это не Балтийская Русь. Это... Ну, просто как бы географически это понятно. Никаких баварско-балтийских связей в то время не было. Связи были широтные внутри ландшафтных зон. А вот по Балтике, да, с Северной Германией, да, а Южная Германия, Бавария, не Бавария, а Восточная Бавария, Средняя Подунавья, имела связи со Средним Поднепровью. Ну, чисто географически. Вот. Ну, как славяне расселялись из Дуная, значит, да, оказывается, в Среднем Поднепровье, в более ранний период, конечно, а потом, значит, идут вверх, поднимаясь под Днепру. Вот, значит, такие маршруты. И тут, значит, вот целый ряд удивительных открываются вещей. Ну, например, вот я не уверен, что наши зрители знают, как была устроена древнерусская денежно-весовая система, денежно-весовой счет. Вот, поэтому напомню, значит, была такая большая единица, денежная-весовая гривна она называлась. Вот, это примерно 51 грамм серебра. Вот такая весовая гривна. Не весовая, а она назвала, не важно. В общем, гривна. Пока мы, только ее, только она для нас важна сейчас. Она делилась на 20 нагат. Значит, 20 фракций весовых, примерно, значит, 2,5 грамма. Чуть побольше, 2,6. И гривна делилась еще почему-то на 25 кун. Вот отстав такой скелет древнерусской денежно-весовой системы. Все это в серебре, естественно. Почему, значит, гривна делилась на 20 нагат, мы знаем. Потому что нагата – это серебряный арабский дирхим, серебряная арабская монета. Еще один сюрприз. В 9-й и 10-й век на Руси самая ходовая монета, собственно, единственная ходовая серебряная монета – это арабский дирхим. Высокостандартная, прекрасная на вид, такая замечательная монетка, чеканившаяся в арабском халифате и ходившая, значит, в том числе и в Восточной Европе. Огромное количество кладов, по несколько тысяч монет этого века, этих веков, значит, известны в Восточной Европе. Значит, мы понимаем, почему гривна делилась на 20. Потому что в одном золотом арабском было 20 дирхимов по стоимости. Золотой динар арабский равнялся по стоимости 20 серебряным дирхимам. А что такое древнеруская гривна по стоимости? Это цена. В серебре выраженная цена одного стандартной арабской золотой монеты, динары. Стало быть, в гривне должно быть 20 нагат. Хорошо, 25 кун. Но нам пока не важно. Забудем пока об этом. А теперь посмотрим, что в этом смысле творилось в Восточной Баварской Марке. То есть на Востоке Баварии, пограничной территории с славянским миром, западнославянским. Вот есть такой замечательный текст, который, в общем-то, сам по себе германский был известен давно. Но денежный весовой счет которого не изучался никогда. Ни немцами, ни русскими исследователями. А почему русские должны были поинтересоваться этим? Да потому что Русь там упоминается в этом памятнике. Памятник называется Рафельштеттенский таможенный устав. То есть таможенный устав – это серьезный памятник документу. То есть это документ, на основе которого сборщики мульта, то есть налогов, баварской восточной марки, а это часть Восточно-Франкского королевства тогда, должны были собирать налоги в восточно-баварских рынках. Эта налоговая система была построена очень строго. И что же мы видим в этом отношении, в этом таможенном уставе? Устав датируется 907-м году. Это время Олега. Только Олег в Киев пришел с севера, русский князь, и захватил Киев. Мы видим там такую денежно-весовую систему. Значит, вот золотой тоже. Он того же веса был, что и арабский примерно. То есть 51 грамм серебра. И делится он на 20 фракций, которые называются скотами. Все, нигде больше во франкском государстве такого денежно-весового счета нет. Только в восточной баварской марке. Там вообще не упоминаются в этом памятнике даже франкские динарии. Вот нет его. По всей империи рассчитывается франкским динарием. Серебряная монетка – динарии. А в баварской восточной марке, этой крошечной территории на юго-востоке королевства, рассчитывается почему-то какими-то непонятными скотами, которые равны одной двадцатой части золотого. Вы видите, да? Здесь два тождественных денежно-весовых счета. Значит, из системы западной денежно-весовой, она же выросла, так сказать, традиционно из римских, позднеримских порядков, вот, такой счет необъясним. Он не выводится, он непонятно почему. Вот он остается загадкой, и оставался, вернее, загадкой до самого последнего времени. И название скот, оно славянское. По-германски это должно было быть скат. И в скандинавах, кстати говоря, древних, серебряная монетка так и называлась – скатр. Вот так вот. И, в общем, я опускаю всякие детали. И оказывается, что к началу X века, да, и в самом документе написано, что мы не вводим никаких новых таможенных порядков. Мы восстанавливаем старые таможенные порядки и пошлины, которые существовали во времена королей Людовика Немецкого и Карломана. То есть, это порядки середины IX века. И это естественно. Потому что для того, чтобы на восточно-баварской марке заимствовать древнерусский денежный весовой вещь, а на древнерусской почве это объясняется легко. Это арабский счет. Мы взяли у арабов этот счет двадцатками. А потом он вдруг выныривает в середине IX века. Русь только появилась на исторической арене. Но она уже торгует в восточно-баварской марке. И более того, торгует столь активно, что в восточной Баварии сумели, успели заимствовать древнерусский денежный весовой счет двадцатками. Каким образом это было возможно? Но только по интенсивных связях торговых и очень древних, повторяю, еще с IX века, с какой-то Русью. Понятно, что не с той. Не балтийской. Понятно, что с какой-то среднеднепровской. Ну, и мы знаем даже, какой приблизительно. Потому что летопись наша говорит, что пока там Рюрик с сыном Игорем и с Олегом где-то сидели только пришедшие в Ладоге или в Протоновгороде или в Рюриковом городище, или хотите, в районе Волхова, Аскольд и Дир вышед оттуда значительно раньше. А сели в Киеве. А это же тоже в Варяге. Это тоже в Скандинаве. И вот это, условно говоря, Русья, Аскольда и Дира, среднеднепровская, киевская, вот уже в это время, в середине IX века, настолько интенсивно торгует с немецким Подонавием, что, значит, приносит туда свой денежно-весовой счет. Ну, вот это очень яркий факт, правда? Но он, кроме всего прочего, иллюстрирует более общее вот такое обстоятельство. И очень тоже важное. Чтобы вы поняли, какое... Я еще два примерчика приведу. Они интересны, может быть, еще и тем, что они тоже филологические. Вот смотрите. Вот название Дуная в славянских языках. Реки Дуная. У нас Дунай. Где еще? У каких славян Дунай? У Болгар, может быть? Нет. У Болгар Дунав. И вообще у южных славян Дунав. А у Чехов, например, да? То есть у соседей баварской восточной марки, славянских соседей, Дунай. Тоже как у нас. Вопрос. Почему? Ведь если Русь двигалась по пути из варях Грекии, так сказать, осваивая восточную Европу, как мы привыкли думать. Спускаясь сначала до Киева, потом до Нижнего по Дуная в своей торговле с Византией. Она же была каботажная вдоль берега. Значит, Русь Дуная должна была очень рано попасть в поле зрения вот этой вот Руси, идущей по пути из варях Грекии. То есть в южнославянской форме мы должны были усвоить название Дуная. Тогда, естественно, думать. Однако нет. Называние Дуная нам известно в той форме, в какой оно известно западным славянам, дунайским. Чехам, прежде всего. Это значит, что вот эти среднедунайские, среднедепропские связи предшествовали по времени знакомству с южным Дунаем, с Устьем. Вот такое интересное. А это вот как раз и говорится. Очень древние связи по Дунаве внутри этой ландшафтной зоны со средним под Днепровью. А Дуная мы узнали по этому пути, по которому шли русские купцы, которые принесли денежный носовой счет двадцатками на то же самое среднее по Дунаве. Как тогда шел, собственно, путь этих купцов? Как проходил? Этот путь, он хорошо известен в более позднее время. Вот уже в одиннадцатом, двенадцатом веках. Это хорошо находенный, такой протаренный, засвидетельствованный источниками немецкими, прежде всего, конечно, маршрут. Ну, вот выясняется, что он существовал в более ранние времена. Он шел по водоразделу между бассейном, между притоками Придпяти и притоками, значит, уже Черного моря. Это такая возвышенность, по которой удобнее всего было передвигаться в древние времена, если не по воде. Конечно, удобнее всего по воде, но в данном случае это вот так вот. Второй пример вы сказали. Да, второй пример. Второй пример еще более любопытен, потому что он более замысловат. Вот сейчас в русском языке шелк называется шелком. Это как в скандинавском, силк, вот, это то же самое слово. А в древнерусское время, вот, дорогая, златотканная, в том числе и церковная ткань, парчат, так сказать, вот, весь класс этих вот тканей дорогих, назывался Гуду-Вабль. Ну, вполне нормальная цена. Для нас это Деговенко, вот. По-древнерусски вот законное такое слово название для этих тканей существовало, драгоценных. Что такое Гуду-Вабль? Это слово германского происхождения. И, так сказать, ну, если кто-нибудь, так сказать, слегка знает немецкий язык из наших слушателей, то это ГО-ТО-Вэ-Би. Вебен ткань по-немецки. Ну, а ГОТ – это богослужебная ткань. В каком языке еще, кроме драгоценного русского, это есть? Ну, вы сейчас уже сможете сами, наверное, ответить это слово. В чешском. И где шелк называется Гуду-Ваб до сих пор. Вот. Старинное слово, но существует. Вот. Ну, теперь прикиньте, значит, вот, как это слово могло попасть в древнерусский. По этому же маршруту. Причем это слово только в древнерусском. В чешском и древнерусском. Другие славянские языки его не знают. Это немецкое заимствование, хотя и очень древнее. Ну, вот вырисовывается такой вот маршрутиц, понимаете? И очень древний. А то, что он древний, и то, что в источнике имя Русь, да, в Пуставито, это говорит о том, что, значит, вот, ну, может быть, конечно, с этими скандинавами Аскольда и Дира это пришло, а может быть, это был какой-то южнорусский этноним, который вот усвоили себе эти пришлые скандинавы, да, начиная со Скольда и Дира, как самоназвание. Они очень хотели, значит, как это, какой-то термин такой, ну, стать своими на юге начальниками, но своими, так сказать, понимаете, стать автохтонами, побыстрее с ними смешаться, очевидно, заимствование этнонима, самоназвание было одним из этих механизмов. Знакомы ли с вашими находками историки в Германии, как оценивают? Ну, знакомы, конечно, сказать, потому что и по-немецки, я, так сказать, естественно, результаты своих исследований публиковал. Ну, понимаете, если интересно, так сказать, насколько это все широко принимается и признается, то ведь наука – дело такое, к этому нужно, там все медленно происходит. Наивные люди думают, что вот, ах, бац, открытие сделалось, и все, значит, должны либо принять его, либо, значит, вступить в оппозицию, в полемику какую-то. На самом деле здесь очень много, значит, привычка. Значит, вот такое… Значит, сначала это в узкоспециализированной литературе существует, потом попадает в одну, в другую, в третью энциклопедию, канонизируется, становится достоянием широкой ученой публики, к нему привыкают, а потом вот и в Википедии выпадает. Ну, вот. Так что вот, значит, таким, не слишком быстро, ну, вот такой путь. Так что, значит, какое-то признание определенное есть, тем более, что, повторяю, что вот Скотт… У них нет объяснения для Скотта, вот, названия этой вот одной двадцатой в баварском для Нижнего Солом счете, одной двадцатой золотого. А вот, а я им хоть какое-то, но предложил. Ну, и мне очень нравится, что это из Восточной Европы, конечно, но… Ну, я округляю, конечно, немножко, да, но, в принципе, значит, вот из Вифлея Морозе может быть, что хорошее. Ну, вот. Такое примерно вообще мнение. Ну, со временем привыкают потихоньку. Ну, и в завершение нашей программы у нас остается одна минута. Что вообще дали эти связи с германскими народами в тот период тому народу, который мы называем Русью? Это слишком общий вопрос, чтобы в двух словах на него ответить, потому что Русь – это все-таки, ну, если говорить хотя бы до монгольской только Руси, да, до середины, ну, в общем, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й век, вот эти четыре столетия. Они очень разные по структуре русско-германских связей. Если в двух словах, то только можно сказать, что они крайне интенсивные и как-то по южному маршруту, на который мы уже намекнули на его древность, потому что этот маршрут сохранялся и в 11-м, и в 12-м веках делался только сильнее и интенсивнее. Там тоже очень много интересных памятников, которые малоизвестны, о которых можно было бы поговорить. Ну, и, конечно, по Балтике чуть-чуть позже, но Балтийский маршрут тоже подключается, когда сама Германия выходит на Балтийское побережье, вытесняет туда славян и датчан, начинаются, естественно, русско-невецкие связи по Балтике. У них своя история, свои отдельные источники. Вот два таких независимых маршрута, все говорят только о торговле. Ну, а политические связи, естественно, как известно, послы ходят по тем же маршрутам, что купцы и миссионеры. Так что, значит, маршруты те же самые и для дипломатических связей. Спасибо огромное за интересную беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе. С удовольствием. Спасибо. И пусть весь мир ликует и поет, Разбуженный пасхальным перезвоном, И слезы вдруг, как ручейки по склону, И тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова